Здравствуйте, это Координационный Центр, меня зовут Георгий Георгиевский и мы продолжаем серию встреч, приуроченных к 20-летию Координационного Центра. Сегодня с нами Андрей Кондаков, один из ярчайших представителей доменной отрасли, особенно начала нулевых годов. Андрей Борисович руководитель бессменный в прошлом регистратора на унет и параллельно с этим тоже руководитель, один из руководителей компании Зенон НСП. Я тогда задам первый вопрос, чтобы как-то мы могли начать свою беседу. Вспомни, пожалуйста, твое участие в координационной группе в начале домена.ру в прошлом веке. Как это вообще выглядело с твоей точки зрения, когда ваша компания Зенон вошла в координационную группу? Это выглядело тогда достаточно разумно и логично, поскольку интернет в научной среде образовался, появился и Роснерос был администратором домена и была координационная группа, она так называлась. Это была группа экспертов, которые, по сути, на тот момент были. В чем были предпосылки возникновения координационного центра, то есть преобразования координационной группы при Роснеросе в отдельную структуру? Чем было это обусловлено? Интернет менялся, если он начинался как такая научная сеть и вот такая была форма. Научный институт и эксперты. А в процессе он становился частью, использовался бизнесом, гражданами, государство тогда уже начало, так сказать, смотреть, что это там интернет. И понятно, что вот структура вот этого управления должна была поменяться, должны были войти все какие-то заинтересованные на тот момент стороны. И пользователи, и интернет-провайдеры, и государство в какой-то виде, форме. И тогда это вполне казалось логичным. И дальше это подтвердило история, что действительно все больше и больше интернет вот входил в жизнь, в жизнь, с большой буквы в жизнь. И действительно так надо было делать. И стали думать, как это лучше сделать. И в тот момент были несколько объединений. Был РАЦИТ, как бы объединение пользователей, пользователей. Было СОИ, операторы. Союз операторов интернет. Был АД, Ассоциация документальной электросвязи. Это операторы. Она была общественно-государственным объединением. То есть, ну вот как бы государство вот там было. Кто еще? Рост не рост. А, ну ну и собственно Рост не рост. Да. 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 И как бывший, как старт, но действующий администратор, и как домена РУ, и как научная, наверное, вот часть. И вот нам показалось, что вроде бы вот мы все части, которые вот сейчас есть в лице объединений, как нельзя же по одному всех операторов туда. И вот создали собственно КЦ. Туда вошли представители от вот этих объединений. Я вошел от АД, если мне не изменяет память, вот в первый состав Совета, это высший, высший управляющий орган Координационного центра. И собственно вот на этом, ну мы туда вошли и как представители, и как эксперты, которые на тот момент, ну считались достаточно разбирающимися в вопросе интернета и у доменных имен. Вот это вот старт был такой вот. Понятно. Скажи, были ли на тот момент какие-то сложные или противоречивые ситуации, связанные с взаимодействием с Рост не ростом, как тогда еще действующим администратором домена РУ и передающим свои функции постепенно Координационному центру? Какие-то, может быть, веховые события при работе Совета Координационного центра в первые годы существования КЦ? Что-то такое можешь вспомнить? Ну шел процесс передачи администрирования домена от администратора Рос не Рос к администратору Координационный центр. Поскольку домен являлся кантри-код доменом, необходимо было для ICAN согласие государства тогда. Я помню этот процесс, когда получали вот это согласие. Процесс, собственно, передачи, потому что даже нельзя это на ходу. Нельзя сказать, ну, значит, мы сейчас домен тут остановим. Мотор переносили работающим. И надо было убедиться действующему администратору, что все тут как-то нормально, хорошо. И я просто, я по датам сейчас точно не готов говорить, но в конечном итоге вот домен был передан. Сначала были созданы комитеты, еще важный такой момент, что Совет на самом деле предполагался как такой некий наблюдательный, скорее, орган. Были комитеты, ну да, был номер один, это была, по сути, бывшая координационная группа. И эксперты, это просто еще физические лица. Физические лица, да, точно. Точно, спасибо, Вера, да, точно. Физические лица просто, ну, как сами, как по себе, которые действительно давно очень занимались вот этой тематикой. И да, наверное, да, действительно, был комитет регистраторов, но, по-моему, нет. Он потом, он чуть попозже появился. Сначала было, было два комитета, потому что вначале не было, собственно, регистраторов, вот в момент создания. Момент создания компенсационного центра, да. Да, не было регистраторов. Если ты помнишь то время, во-первых, становление первых регистраторов, которые стали участниками распределенной системы регистрации доменов, когда не один регистратор, а их несколько, помнишь ли ты какие-то проблемы с которыми вот этого переходного периода, с которыми ты, как регистратор, сталкивался на начальном этапе? Возможно, каким-то непониманием клиентов или еще какими-то сложностями? Ну, там была конструкция какая? Что все вот эти организации, которые включили в опытную зону? Это были уже по факту организации, имеющие большой опыт по регистрации доменов, как агенты, мне кажется, мы были, сейчас я точно не скажу организационные права, вот эту конструкцию, агенты РосНейРос. Ну, то есть, фактически мы все вели регистрацию доменов в базе, которую вел РосНейРос. И у нас у всех был опыт, мы это делали. А координационный центр, там были разработаны правила регистрации и, конечно, ну, клиентам они сначала не очень понимали, им особенно не было разницы. Они приходили к хостинг-провайдеру, то есть, все эти регистраторы были, по сути, хостинг-провайдеры и регистрировали домены для хостинга своих клиентов. Это такая базовая-базовая конструкция. И они приходили к своему хостинг-провайдеру, и он им регистрировал домен, и их не очень поначалу интересовало детали этого процесса. Но понятно, что надо было их переподключить к новым там условиям регистрации. Но это был такой рабочий процесс, и очень было важно сделать все это максимально бесшовно, то есть максимально плавно и максимально комфортно для операторов и для пользователей. Ну, вот такая была конструкция. Какие-то были, безусловно, там, рабочие моменты. Ну, мне кажется, в целом, вот, удалось сделать это бесшовно, да. То есть, на самом деле, когда пользователи говорили, что они даже не заметили, как бы, ну, вот с каких-то, это было приятно. Ты в свое время был председателем комитета регистраторов Координационного центра и не единожды. Не единожды, да. И, фактически, ты был представителем отрасли регистрации доменов перед Координационным центром и, в принципе, вообще в обществе, как таково. Вот. Что за люди, что за компании, что за лица эти регистраторы? В начале, когда Координационный центр только появился или там, когда закончилась опытная зона и регистраторами могли стать любые желающие компании. И вот, ну, недавнее время, там, позавчера, вчера, сегодня. Что это за компании? Какой их портрет? Безусловно, в начале это были просто хостинг-провайдеры, которые регистрировали, как ранее я говорил, регистрировали домены сначала как агенты Роснероса и потом уже как аккредитованные Координационным центром регистраторы. Я лично плохо понимаю экономику чистого регистратора, то есть регистратора без без хостинга. И поэтому в начале, конечно, они это все были хостинг-провайдеры и регистраторы. И это, в общем, мировая тенденция, что это такой бизнес. Хостинг и регистрация, он как бы всегда вместе. Многие провайдеры хостинга или операторы связи, но которые тоже хотели предоставлять эту услугу своим клиентам, они становились агентами, вот теми самыми партнерами, извините, партнерами действующих регистраторов. Это тоже было вполне оправдано, потому что это не их профильный бизнес, который требует достаточно сложных знаний и по технике регистрации доменных имен, по нюансам правил регистрации доменных имен, которые, собственно, производил координационный центр. И поэтому это вот такая была конструкция. В какой-то момент частные компании, которые не имели отношения к хостингу, но являлись партнерами регистраторов, считали, что у них уже достаточно такой, достаточно большой оборот доменов, что они могут сами стать регистраторами. И те, кто хотел делать это мог, они становились регистраторами, но аккредитовывались в координационном центре, собственно. Вот, наверное, вот такая тенденция. Была тенденция региональная, но достаточно слабо выраженная. А по какой причине слабо выраженная региональная? Это региональная часть регистраторов? Мне представляется, что по той простой причине, что интернет, он не знает границ и расстояний, и домен можно зарегистрировать было всегда удаленно через сайт регистратора и совершенно не обязательно, чтобы регистратор физически присутствовал. Потому что вначале надо было, там сложно достаточно работать, если это физическое лицо, с паспортами, с документами. Но потом это все как-то пришло в какое-то логичное, достаточно нормальное состояние. Достаточно было один раз по почте прислать нужный комплект документов, и дальше можно было уже работать совершенно удаленно. Мне кажется, что вот так. И, в принципе, регистраторский бизнес, он, конечно, как таковой, он интересен, но все-таки начиная с какого-то уже объема. Потому что есть всегда понятные накладные расходы у любой компании, и вести этот бизнес ради десяти доменов в обслуживании, ну, это и, может быть, даже десяти тысяч доменов, да, это было не очень экономически целесообразно. В прошлом году мы отмечали десятилетие домена РФ. В общем, это такая знаковая история. Десять лет назад мы тут немножечко напряглись и произвели на свет нечто новое, доменное именно национальном языке, интернационализированное. И хочется услышать вот твое мнение профессионала в этой области. Что ты думал на старте? Какие перспективы могут быть у домена РФ? И что ты думаешь сейчас? Чего он добился и что ему дальше грозит? На старте, конечно, было очень много ожиданий, потому что это был, в общем, один из первых доменов на национальном, на кириллических доменах. И предполагалось, что, ну, практически, доменное пространство расширится вдвое. Ну, то, то, что можно написать в домене РУ на латинице, тоже примерно то же самое и на кириллице. И доменное пространство. Но на практике домены РУ пользуются большей популярностью. Наверное, это связано с простотой написания, когда не надо переключать клавиатуры. Ну, я так себе это представляю, что написал и все. Хотя домены РФ работают. Домены РФ, я вот замечал, часто используются как часть торговой марки, когда компания хочет подчеркнуть свою причастность к цифровой экономике. То есть, действительно, кто вы? Мы велосипедики РФ. То есть, да, вот я увидел вот такое использование этого домена, в частности. Есть проблемы с почтой, которые периодически возникают. Это относится не только к домену РФ. Это вопрос, по сути, всем доменам на национальных алфавитах. И мне кажется, что наш РФ чемпион в этом смысле. Ну да. Что ты думаешь о перспективах как раз работы электронной почты полностью на Кириллице и вообще истории с универсальным принятием? Я как-то вот не готов прогнозы какие-то. Понятно. Ну, в общем, это один из таких сейчас ярких действующих проектов Координационного центра. Я знаю. Ведем работу в этом направлении. Ну, вариант Андрей Собака Кондаков РФ. Как тебе? Андрей Собака. Ну да. Этим все отвечено. Я думаю, что это безусловно правильно. Этим нужно заниматься. Потому что если не заниматься, ничего никогда не будет. И это хорошая работа. Нужная хорошая работа. Но она довольно давно уже ведется. И она зависит не только от воли Координационного центра. Это большая международная работа. Это большая международная работа. И которая, безусловно, должна происходить по координации всех интересов. Поэтому я просто не люблю строить прогнозы. Но думаю, что все как-то в том числе благодаря усилиям КЦ как-то этот вопрос будет двигаться. И в том числе эти домены тогда получат большее, конечно, распространение интерес пользователей. То есть будет вторая волна интереса. Что для тебя, в принципе, интернет? Это Рунет или весь интернет? И что вообще Рунет из себя представляет? И имеет ли право на существование такое понятие, как суверенный российский интернет? Для меня интернет – это, безусловно, весь интернет. Собственно, и те, кто любит это название Рунет, тоже не против понимания, что есть все-таки большой интернет. Что такое Рунет? Дело в том, что в современном мире интернет не может быть абсолютно гомогенен. Потому что каждое государство имеет свое законодательство и, безусловно, то, что находится на ее территории, в ее юрисдикции, должно подчиняться этому локальному законодательству. Поэтому, в общем, сегменты сети, они, как правило, разбиваются по странам, государствам и подчиняются законам этого государства. Соответственно, то, что находится на территории Российской Федерации, подчиняется законам Российской Федерации и называется Рунетом. Я вот так понимаю Рунет. По твоему мнению, я понимаю, что этот вопрос сейчас звучит такой достаточно провокационно сложный и странный, из моих особенно уст. Но, в принципе, вот, например, гипотетически выключение на корневых ДНС серверах, убирание записи о домине РУ и, например, домине РФ, к чему может в ближайшем будущем после этого привести? Ну, я не очень себе представляю эту ситуацию, в принципе. И, безусловно, все время существования российского сегмента сети интернет уже в техническом смысле. Да, да, да. К тебе, как к технику, больше этого вопроса. Да, да, да. Мне представляется, что, ну вот, а вдруг, а вдруг. Но я никто, фактически, из профессиональных людей, кто занимается интернетом, всерьез никогда такую возможность не рассматривал. Нам представляется, что так не может быть, да, потому что так не может быть, не может быть никогда. Безусловно, всегда нужно надеяться, кажется так, надеяться на лучшее, но рассчитывать на худшее. Адресация, безусловно, не представляет сложности, чтобы при отключении доменов РУ и РФ на серверах Айкан, адресация в рамках вот этого российского сегмента сети интернет, это не совсем то же самое, что РУНЕТ. Адресация продолжала работать. Комплекс мер для этого не такой сложный. И я считаю, что наполнение национального сегмента, оно уже настолько велико, что оно, ну, по сути, самодостаточно. И я не помню, когда я там последний раз заходил на какой-то сайт, расположенный не на территории Российской Федерации. Ну или хотя бы не русскоязычный. Да, 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 но на русскую, да. Поэтому, собственно, всегда хочется сказать, ну и что? И именно потому, что ничего такого вот ужасного даже в этом ужасном случае не произойдет, я просто думаю, никто не будет такой ерундой заниматься. Я считаю, что мир, мир реально поменялся. Поменялась психология людей. Люди поняли, что по большому счету в современном развитии технологий вообще непонятно, зачем тратить время на поездку в офис. Зачем тратить деньги на аренду офиса. И многое, многое, что еще у людей в голове, мне кажется, реально поменялось. Я не говорю о изменениях экономических, общих в мире. Именно о психологии использования сети для своих нужд, для ведения бизнеса. Люди стали понимать, что вот можно все заказывать, совсем все. Нет, нет, это вот не все-все-все, а вот вообще все. Да, да, что можно вообще не приезжать в офис, что современные возможности по ведению бизнес-митингов, обучений, они совершенно фантастические получили. Огромный толчок за счет востребованности сейчас в пандемию. Я думаю, что мир и по экономическим каким-то критериям, пусть экономисты с этим разбираются, не вернется уже в ту точку, откуда до пандемии. И, безусловно, психология людей по использованию сети, она поменялась. И это уже не поменять обратно. Какие ты перспективы видишь в целом доменного рынка, не только доменов РУРФ, а вообще всего мирового? Тенденция к росту, тенденция к насыщению или прекращение вообще использования доменных имен в каком-то будущем? Куда движется вообще мир в этом отношении? Ну, понятно, что мир – это не только домен РУРФ, это даже не мощнейший домен Дотком. Это уже много доменов, национальных доменов, доменов коммерческих, тематических. Да, это так. Есть тенденция к расширению корневых доменов. Но при этом мы, в общем-то, приходя в интернет, мы редко идем уже набирать УРЛ. Мы идем или в какую-то свою закладку, или на поисковый сервер, на поисковую машину, что-то ищем, и мы просто тыкаем. И, в общем-то, что там написано, даже не всегда читаем, ну, хотя зря, поскольку бывают сайты фишинговые, и, в общем-то, стоит смотреть, куда тыкаешь. Ну, это так, наверное, в жизни вообще, да? Ну, это вопросы безопасности, потому что и личные. Да, да. Поэтому вот с этой точки зрения. С другой стороны, конечно, иметь правильный домен, соответствующий бизнесу, названию бизнеса, это по-прежнему является вопросами, в том числе, престижа. Я думаю, что вот такие тенденции, они продлятся, и пока я не вижу ни предпосылок для какого-то вау роста этого и бизнеса, и технического процесса, ну, и не вижу каких-то причин, почему бы это стало идти на убыль. Понятно. И в интернете очень ценится стабильность, и, наверное, не случайно вот такая стабильная ситуация, она хороша для интернета. Интернет, несмотря на всю его инновационность, весьма консервативен, конечно. Что бы ты хотел пожелать Координационному Центру в год его 20-летия и на будущие годы? Действительно, Координационный Центр – это очень сложная вещь. В каком плане? Что здесь сходятся интересы очень многих сторон по вопросам доменов и интернета в общем и в целом. И каждая сторона хочет, безусловно, какой-то свой интерес, отстоять, пролоббировать. И самый важный итог, как мне кажется, работы Координационного Центра – это мужественное сохранение спокойствия и стабильности. В общем, при том, что эта организация находится на самом-самом переднем крае. И хотел бы пожелать тоже спокойствия и стабильной работы, поскольку это самое главное, что ожидают пользователи от этой организации. Это согласование мнений, принятие решений не в чьих-то интересах, а в интересах и интернета в целом, и того, что называют «рунетом». И хотелось бы проектов, Координационный Центр ведет интересные проекты, хотелось бы, чтобы они тоже были продолжены в интересах, опять же, и интернета в целом, и «рунета». То есть, хотелось бы пожелать, все хорошо, пожалуйста, продолжайте так же. Будет исполнено, Андрей. Это Координационный Центр. С нами был Андрей Кондаков, регистратор на «рунет». Оставайтесь с нами, всего доброго. Продолжение следует...